Особое мнение на 101FM Валерий Николаевич, здравствуйте. Сразу же практически после программы можно будет найти аудиозапись и видеозапись сегодняшнего эфира, а спустя непродолжительное время, я надеюсь, появится и расшифровка. Это для тех слушателей, кто больше любит читать, а не смотреть и слушать. Вперед, эхокирова.ру. Переходим к нашим вопросам. Валерий Николаевич, давайте так, из всех ваших ипостасей выберу сейчас президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. Поговорим с вами про возможное преобразование в Кирове, в частности, преобразование центрального рынка, такого важного объекта и бизнес-объекта, и городского объекта, объекта среды какой-то нашей городской. Почему? На прошлой неделе в Кирове побывал Юрий Перилыгин, городоустроитель, как называют его наши коллеги, представитель, директор предприятия Ленгепрагор, ну и в частности, значит, вот он осмотрел Авраги Засора и центральный рынок. Центральный рынок объектом ему показался интересным, но вот он сказал, что запущенный объект. Надо его реконструировать. Причем мнение о том, как реконструировать, высказал однозначное. Жилого квартала там появиться не должно. Вы молодец, вы соль на рану, которая, в общем-то, у нас язвит эта рана уже в течение последних десяти лет, это точно. Когда мы поднимали вопрос, и вы помните, тогда Подольская братва пыталась захват сделать райдерский центрального рынка, был специально послан сюда заместитель главы администрации из Подмосковья и был работал. Но тогда поднялось сообщество предпринимателей центрального рынка и сказали, нет, ребята, мы хотим работать. И мы тогда, если помните. Я помню эту историю в том аспекте, что предлагалось перенести центральный рынок куда-то на окраину, чуть ли не в Ганино, и какие-то там выделить места. И тогда пошла такая забастовочная борьба, предприниматели начали пикеты проводить. Если вы помните, тогда пикеты проходили каждый день в течение января, февраля месяца. Но суть, в общем-то, вопроса, она такова, что борьба борьбой, а надо предлагать конструктивные вещи, а как развивать. И если вы помните, тогда была разработана программа, и я тогда был еще депутатом ЗАГС Собрания, именно пятого созыва, когда мы понимали, что одно сопротивляться, а другое надо предложить что-то конструктивное, развивающее тему центрального рынка. Критикуешь, предлагай. Да, слушай, а предлагай и отвечай. Организуй и отвечай. Поэтому мы не против этой темы были, и была предложена концепция развития производства и реализации товаров местных производителей. То есть мы предложили тогда схему и модель развития малого предпринимательства по всей области для того, чтобы товары местные, они реализовывались на центральном рынке, и фишкой города Кирова явился центральный рынок. То есть его преобразовать именно вот в такую схему, где могли бы любой турист, любой приезжать. Подождите, Валерий Николаевич, все-таки какие-то определенные места будут выделены под местную продукцию или полностью весь объект? Нет, вот смотрите, под местный весь объект должен быть выделен. Весь объект. И для нас это было принципиально. Это и вопрос безопасности города Кирова и по продовольствию, и по вещевому обеспечению. И в то же время возможность выхода за пределы области. То есть позиционирование и продвижение местных товаров. Поэтому такая система была предложена. Подождите, вот я сейчас все-таки уточню. Давайте мы поймем, что мы имеем в виду под товарами местных производителей. Потому что обычно воспринимается так. Это сувенирка и продукты. Нет, нет. Вы сейчас говорите про, я так понимаю, и про текстильные какие-то вещи. Да, да, да. Мы знаем, что многие, в том числе одежда и прочее, сейчас шьются в Кирове. Есть предприятия, мало ли прочее. Больше там все брендовые товары на центральном рынке. Там уже нет брендовых товаров. Валерий Николаевич за это штрафуют. Нет, мы это знаем. И если вы внимательны, у людей сегодня уже отлажена система предупреждения. Если брендовые товары есть, немедленно закрывается и проверка идет, если проверка идет, немедленно закрывается. Либо изымается эта продукция. И штрафуется. Нет, она изымается самим предпринимателем, прячется и проверка ее не определяет. Какие вы тайны какие открываете. Нет, ну а что делать-то предприниматели? Это я к чему говорю. Бирки спарывать? Нет, я к чему говорю. Что волей-неволей нелегально производится и существует цеха у нас в районе. Хорошо. Которая производит продукцию. Вот ее надо легализовать и брендировать как кировские товары, чтобы мы гордились этими товарами. Но это несколько другая тема. В чем там дальше произошла ситуация? Начали давить. Тогда еще Белых был и Вершинин. Они просто бомбить начали эту тему. Но мы понимали, что 10% под малым бизнесом, это ларьки, киоски и центральный рынок, 10% всего товарооборота обеспечивают. И когда мы посчитали 10%, что это такое, это около 4 миллиардов рублей годовой оборот, и мы понимали, что ликвидация центрального рынка для крупного бизнеса просто бесплатно дает, под видом наведения порядка, бесплатно дает вот такую вот прибыль. Ничего не вкладывая, потому что люди пойдут покупать в соответствующие сети продукты питания и товары. Поэтому мы это понимали, мы сопротивлялись. И тогда была активизирована работа профсоюзной организации. И мы все же отстояли право центрального рынка, но понимали, что эко-ярмарка делается как некая альтернатива для того, что когда возникнет опять вновь вопрос, и общество будет подготовлено, что это помойка центральный рынок, а вот есть аналоги. Цивилизованный. И люди просто скажут, а да, давайте отсюда уберем, а здесь будет некий квартал с центром торгово-развлекательным, крупным, элитная такая схема, которую мы наблюдаем, в общем-то, в крупных городах. Почему бы не реализовываться? Не срослось, мне кажется, не срослось, прежде всего, из-за места расположения. Все-таки центральный рынок, это действительно центральный рынок. Это локация в центре города, куда удобно добираться из разных районов. Мы, предполагая, что дальше будет эта работа, провели весной собрание профсоюзной организации на улице, не в помещении, а прямо на улице собрания, там на центральном рынке, и было принято решение актуализировать вопрос формирования рабочей группы по развитию центрального рынка, где предприниматели готовы войти в рабочую группу. Так. Работает сейчас группа эта? Писали, но на первый ответ получили следующее, что, учитывая, что это акционерное общество, то в данном отношении это частный бизнес, и он сам должен решать вопрос. Ну, такая отписка, ну, жесткая отписка была. На что мы не согласились, мы написали новое письмо на имя главы администрации, сказали, стоп, ребята, мы все же предлагаем, на наш взгляд, цивилизованную схему. А администрация и то же самое акционерное общество пусть выделит своих людей, мы своих людей, создадим рабочую группу и дальше цивилизованно пойдем с точки зрения, кто там нам нужен по подготовке проекта, какую идею мы туда заложим для того, чтобы, вплоть до того, что у каждого будет униформа, мой Киров, я люблю свой Киров и так далее. И привести это, как я видел, скажем, в Волгограде, да, около прям ЖД вокзала, такой рынок крытый, сделан, я вообще поразился. Там же и кусты растут под крышей, ну, вообще, изумительно, деревни не вырублены, через крыши выходят, и вот там они все в униформе, и просто цивилизованно зайти, чистенько, все аккуратненько, и самое главное, товары можно купить. Сейчас мы получили второй ответ. В ответе они пишут, что, учитывая, что это все уже частный бизнес, хотя стопроцентный капитал находится у города, предложите нам программу развития, как будто мы должны вот за свои деньги теперь нанять людей, профессионалов, которые должны вот это все предложить в виде программы. Ну, на наш взгляд, это некорректно и, более того, бессовестно, цинично. То есть, все же, на наш взгляд, правильно это все же будет создавать некую вот такую несогласительную комиссию, а рабочую группу конструктивного характера, потому что согласительная комиссия, это все же борьба какая-то. Валерий Трулов, да, в нашей студии я прошу прощения у гостя, мы сейчас вынуждены прерваться на полминуты, вернемся снова. Особое мнение на 101FM Валерий Трулов, в нашей студии президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области, депутат законодательного собрания 4-5 САЗОВ, но там много еще регалий, пока все не буду, перечислять время дорого. Возвращаемся к центральному рынку. Хорошо, рабочая группа, рабочая группа из представителей администрации и представителей сообщества предпринимателей, которые работают на центральном рынке. 1100 человек. 1100 человек сейчас, да, по последним подсчетам. Валерий Трулов, хотела спросить, все-таки, вот на ваш взгляд, хорошо, рабочая группа пока ее нет, как должен выглядеть этот объект? То есть, я так понимаю, что в городе все-таки принято решение сохранить его, как вот торговый объект с существующим функционалом, просто в некотором смысле преобразовать. Добавить, может быть, каких-то развлечений, добавить каких-то площадок для отдыха и еще что-то. Ну, вот разные высказываются мнения. Там, да, Илья Шульгин приводит в качестве ориентира гостиный двор города Уфы. Говорит, что это красиво архитектурно. Площади квартала похожи на квартал, где находится центральный рынок. Да, но вот там как-то такая площадка создана, огромная, да, для разных активностей. Рестораны, кафе, автостоянки и торговые площади. Ну, я вас услышал. Если вы помните, тогда еще, когда Лузянин был, он тоже предлагал снос вот этого всего частного сектора. Там сделать вот эти все сопутствующие инфраструктурные элементы. Частный сектор-то мы имеем в виду вот эти вагончики металлические или про что? Нет, там дома тогда стояли. А, я поняла. Да, помните, их начали потом сносить. И предлагалось все эти кварталы близлежащие освободить от частного сектора, использовать эту площадки. Тогда мы еще были с Лузянином в четвертом созыве городской думы. И вот это все планировалось как некая стратегическая программа. И Лузянин тогда получал соответствующие кредиты под это. И мы планировали, что будет выстраиваться фишка красота, так скажем. Да, где мог бы центральный рынок превратиться из помойки, извините за такое выражение, в гордость города Кирова. Да, но подождите, Сергея Евгеньевича нет уже, к сожалению. Да, да, да. Это тогда была задумка. Мы сегодня ее предлагаем продолжить эту идею. Несмотря на то, что там другие бизнесы в инфраструктуре. Это уже выкуплены эти все. Да, да, да. Мы это все отлично понимаем. Но существует возможность. Вот площадка центрального рынка. Вот этот квадрат. Существует возможность. На мой взгляд, никаких развлекательных объектов там не должно быть на самой территории рынка. Они должны находиться вокруг доступности. А кафе? Кафе. Вокруг по периметру. А на территории тогда что? Ножи огромные. Должны быть зоны, торговые зоны. И они должны быть оборудованы под крышу. Но под крышу, понимаете, вот есть такое понятие капитальное. Это как некие временные объекты целыми зонами оборудованные. И мы, в общем-то, предложения такие формулировали уже эскизно. Где, чего могло бы находиться и как могло бы находиться. С развитием вот этого павильона основного здания, где там торговля идет продуктами. Павильон сохраняем. Конечно. Он исторически его сохраняем. Это логистически важнейший центр, потому что там должны быть переоборудованы холодильные установки. И камеры хранения продуктов, питания и так далее. Ну, чтобы обеспечить санитарно-эпидемические характеристики и качество продукта. А вот эти зоны уже торговые на самой площадке, они должны быть унифицированы. И причем каждая зона должна несколько отличаться от себя. И тогда это будет красиво. Дальше вот эти вот дорожки между павильонами, они должны приобрести форму не просто там выложенной плиткой. А это должен быть некий такой искусственный зеленый газон. Знаете, вот как дорожки такие. А что с ним зимой будет? А ничего не будет. Он как был, так и будет. А это крытые будут дорожки? Да, да. То есть все же у нас там будет под искусственной крышей. В крайнем случае мы эскизы. Даже заключали предварительное соглашение с Вятским государственным университетом, с дизайнерами, которые должны были это все разработать. Студенты, они же тоже хотят гордиться своим городом и сделать что такое значимое. Но, к сожалению, вот эта идея, она на сегодняшний день, ну, я благодарен вам, что Илья Шульгин, в общем-то, тоже провозглашает эту идею. В принципе, вот я думаю, что здесь точки соприкосновения могут быть однозначные. Следовательно, вы сейчас по идее подсказали логику дальнейших шагов, которые мы должны осуществить. Не писать программу развития, а оформить концепцию идеи. Ну, дизайн-проект некий. Да нет, я бы даже не так сказал. Концепцию идеи. Цель, задачи, как это должно выглядеть, эскиз какой-то и так далее и тому подобное. Мы, это вы имеете в виду профсоюз? Да, профсоюз работников Центрального уровня. Вот, еще один большой вопрос. Смотрите, любые преобразования, они так или иначе влекут за собой финансовые затраты. И часть этих затрат, ну, как мне кажется, может быть переложена на предпринимателей. Вот как вам кажется, это справедливо будет или нет? Ну, вы мне в предварительной подготовке, в общем-то, писали о том, что несправедливость связана с тем, что предприниматели в свое время уже вкладывались в это дело и получили очередной обман. Ну, точно так же, как в свое время киоскеры и лариочники, которые тоже вкладывались и им давали определенные гарантии. Поэтому вопрос, в принципе, здесь, когда мы говорим о системе финансирования и соучастии предпринимателей в этой системе финансирования, он заключается в уровне доверия, доверия к власти, которая, ну, провозглашает идеи и должна дать определенные гарантии на долгосрочный период, когда предприниматель может посчитать и увидит, что он, да, возьмет кредит, вложится, но в данном отношении на долгосрочной перспективе правила игры меняться не будут. Вот это он должен быть убежден. В свое время Журавлев, Владимир Журавлев, предлагал такую модель создать... Депутат Гурдума, я имею в виду, да? Да, депутат Гурдума, да. Он предлагал создание некого, ну, пула, кооперационного такого пула, где могли бы мы эту проблему решить, где и город, как собственник центрального рынка, и предприниматели могли бы объединиться в некий кооператив, вот такой холдинг, который бы и взял на себя всю эту систему софинансирования и финансирования. На мой взгляд, это бы было решение вопроса. Если это все будет делаться за бюджетные деньги, как вам кажется, это правильно или неправильно? Нет, я думаю, что, ну, по опыту мировому, 9 к 1 идет. 9 бюджет? 9 частей бюджет, одна часть предпринимателя. Валерий Турурла, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. В нашей студии мы продолжим сейчас про объекты малого бизнеса, говорить про объекты нестационарной торговли, нестационарные торговые объекты НТО, так они называются. Я, Валерий Николаевич, хотела вас вот о чем спросить. История эта с нестационарными торговыми объектами поднималась в нашем эфире месяца 3 назад, когда Городская дума обсуждала возможность запретить размещение объектов НТО на придомовых территориях. В итоге решение на Гордуме не прошло и даже, по-моему, не выносилось, потому что нашли некую лазейку в уже существующих документах, да, о правилах благоустройства города Кирова. И тогда представители управления благоустройства в нашем эфире говорили о том, что, по-моему, в течение года все объекты НТО с придомовых территорий будут убраны. Это не муниципальная земля, это земля собственниками которой являются жители того или иного дома. И вот с той поры, собственно говоря, пока тише гладь, ничего не происходит, но вот мне-то кажется, что происходит на самом деле, да, просто мы об этом не знаем. Что происходит? Ну, я тоже подробностей не знаю, только могу чувствовать некие сигналы, определенные сигналы. Ну, начались какие-то проблемы или нет? Вот смотрите, я думаю, что, вот знаете, я военный человек, есть такое понятие, что любая победа стратегически может являться таковой, если вы профилактируете сохранение этой победы. Если вы эту победу не профилактируете, то противная сторона, она делает перегруппировку сил и дальше наносит сокрушительный удар в самое слабое место. Это очень образно, Валерий Николаевич, давайте... Следовательно, здесь, я считаю, идет аналогичная ситуация. Я сидел в этой студии в день проведения городской думы по принятию этого решения. Тогда Володя Спитани ввел эту передачу. Вот, и мы тогда узнали в ходе передачи, что сняли этот вопрос. То есть немедленно позвонили и сняли. И тогда мы, в общем-то, говорили о том, что вопрос заключается теперь в следующем. Насколько грамотно и юридически правильно оформлена система взаимоотношений собственников домов, коллективных собственников вот этих, и вот этого предпринимателя. С учетом опыта, который, в общем-то, организовывался, все это носило, ну, чисто такой элемент профанации. Вроде бы есть какое-то соглашение, но процедура... Заключались все эти договоры где-то пять лет назад, где-то десять лет назад. То есть в то время вообще никто, может быть, ни о каких бумагах не думал. Да. Вот я думаю, что сейчас идет ревизия, причем не вмешиваясь пока в малый бизнес, идет ревизия вот этих всех документов, где дальше будет традиционная модель, предложенная городской администрацией на законных основаниях, в том отношении, что с вами должна управляющая компания, управляющая инициативу выставит компания, расторгнуть договор, несмотря на то, что есть там с домовым комитетом какие-то бумаги подписанные, согласование. Ввиду таких-то нарушений вы обязаны снести и убрать свой объект. Какие сроки это будет происходить? Мы уже это проходили. Эти сроки даются, как по закону, за два месяца должны будут уведомить. И дальше должны быть выполнены все процедуры уборки нестационального объекта. Собственники что будут делать? Они же получают все-таки небольшое, но денежное возмещение от каждого такого объекта. А собственник чего он сможет сделать? Он ничего не сможет сделать. У него должна быть тогда инициативная группа, которая должна войти в защиту этой процедуры. Но я думаю, учитывая, что они работают, собственники, на общественных началах, а юридическая поддержка требует дополнительных затрат... Делать ничего не будут. Конечно, ничего не будут. А зачем им геморрой-то себе получать? Тем более то, что они хотели от этого нестационального объекта, получили. Кто-то палубку сделал, или это, как она там называется, вокруг дома. Кто-то детскую площадку облагородил. То есть разовые вливания... Определенные социальные функции выполнены. Выполнены, да. Ну, как было у нас с остановками. Остановки содержали. Прошел период, и сказали нестациональным объектам, убирайтесь, потому что иначе вы, в общем-то, нарушители. То есть та же самая система. Мы это все проходили. Я думаю, что на благополучие рассчитывать не надо, и город очень умно, в кавычках умно поступает, мудро. Но у них есть силы, средства для решения этой проблемы. К сожалению, разрозненность объектов, она не позволяет решить общую систему. Как мы тогда, помните, в 2012 году выходили на массовые суды, там 235 судов проходили в течение года. И отстоять нам удалось, при системе даже коллективной организации, защиты, нам удалось отстоять не более 30% объектов. Это мы имеем в виду НТО, которые были расположены на муниципальной земле. Да, да. Валерий Турул, депутат Законодательного собрания области 4-го и 5-го созывов, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области в нашей студии. Продолжим через две минуты. Особое мнение на 101FM Мы продолжаем программу «Особое мнение». Валерий Турул в нашей студии, да, мы тут заговорились в перерыве, пытаясь координироваться по количеству тем, то, что мы успеем еще обсудить с Валерием Николаевичем. Ну, безусловно, тема возвращения авиакомпании «Победа» в город Киров, да, в наш регион, эта тема очень важная, наверное, будет обсуждаться еще в течение, не знаю там, до октября точно, пока «Победа» не придет. Да, напоминаю слушателям, с конца октября «Победа» будет летать в Москву и Петербург, и, насколько я понимаю, там еще на лето запланированы рейсы в Сочи, а в перспективе, как нам говорят, еще другие регионы. Я вчера зашла, посмотрела, ну, вот минимальная стоимость пока билета до Москвы — 1999 рублей. Это, конечно, не 0 рублей, там не 100 рублей, как было по спецтарифам, не 500 рублей, но все равно это на уровне самого недорогого плацкарта, вот. И это для региона, конечно, «Победа» для региона — это «Победа». Да, я думаю, что «Победа» для региона — это «Победа». Правда, мы упустили достаточно большое количество времени для того, чтобы мы с «Победой» дальше продолжили работу и развитие, и строили бы сейчас не те планы, которые вы сейчас назвали, а уже реалистические планы развития системы. Но вы тоже считаете, что два года, пока «Победы» не было в нашем регионе, они упущены? Абсолютно потеряны. И в «Пассажиропотоке», я думаю, что мы потеряли как минимум в два раза. Как минимум. По вашей оценке, сколько сейчас? Было? Было? Ну, я уже выступал как-то здесь и говорил, что я настаивал в свое время, чтобы была подготовлена программа, экономическая программа развития «Победилова», где «Победа» занимала свое место. И мы к 2017 году должны были обеспечить по плану около 400 тысяч пассажиропоток. Слушайте, это какая-то прям совершенно нереальная цифра. 368 тысяч было запланировано. Это почти все население города Кирова. Да, годовой поток должен был бы обеспечен около 400 тысяч и должны были выйти уже на самоокупаемость. То есть мы должны были прекратить субсидирование. Именно благодаря «Победе». Потому что «Победа», она пусть, может быть, казалась кому-то неудобной. Отличная, отличная компания. Я вам скажу так, что они тогда уже, когда в последние моменты, я тоже летал все время и в Санкт-Петербург, и в Москву «Победа» было очень удобно. Ночью или полетела утром в Санкт-Петербурге, без денег работая, пожалуйста. Другое дело, что там было два рейса всего в неделю. Но ситуация этого... И, кстати, в Москву уже был вот этот последний рейс, в последнее время они тоже 1900 стоили. То есть они не дешевые уже были. Но все битком были с самолетами. Но это в любом случае, Валерий Николаевич, было сопоставимо с плацкартом. И это было удобнее. Да, да, да. И время. Ну самое главное время. Мы могли четко спрогнозировать и спроектировать свое поведение. И оно очень легко решалось, вплоть до городского транспорта, до любого этого аэропорта. Два года упущения. Что надо сделать сейчас? Мы бы сегодня, по моим подсчетам, имели около 500 тысяч товаров, это пассажиропоток. Около 500, если бы «Победа» не ушла. А плюс нам еще под Кузьмели это саратовские авиалинии. И в результате у нас обрушился и произошел обвал. Когда мы говорим о инвестиционной привлекательности, первый вопрос, который, в общем-то, интересует потенциального инвестора. Не кировского. Не кировского инвестора, а кировских инвесторов можно по пальцам пересчитать. И кто ими может выступить. Поэтому в данном отношении мы ведем речь как раз о не кировских. Главным и определяющим элементом является качество работы аэропорта. И доступность к системе локальности в Кировской области. На первом месте стоит аэропорт, его качество работает и так далее. Сегодня мы такого обеспечить не можем. Что надо сделать сейчас? Вот у нас два года упущено, надо наверстывать. Но я думаю, что мы вынуждены будем опять входить в систему субсидирования победилов. Потому что победа, одним из условий ее входит, это скидки на обслуживание рейсов и услугах. И поэтому они идут в этом отношении. А в бюджете денег нет. И поэтому здесь нужны волевые решения будут, пожалуй, губернатора и в целом правительства. Для того, чтобы представить некую программу. Программу, я утверждаю, что придется. Это не 10 миллионов будет стоить в год. Не 10 миллионов. Все-таки аэропорт будет поддерживать областной бюджет? Бюджетными деньгами это будет происходить? Или все-таки будут искать инвесторов? Мы в свое время... Никита Юрьевич тоже пытался найти инвестора и, по сути дела, продать аэропорт. На что... Ну, там была у нас группа достаточно активных людей. Мы сопротивлялись и все же удалось убедить, что это ошибочный путь. Порт должен быть нашим. Он должен отвечать нашим интересам. Он должен находиться в стратегии развития нашего региона. А не какого-то инопланетного собственника, который будет считать только деньги. Мы опять войдем в такой пике, что мама не горит. Подождите, Валерий Николаевич... Следовательно, инвестировать этот процесс должны мы будем. А где деньги-то брать? Но опыт у нас уже есть определенный. За счет чего резать-то? Опыт у нас уже определенный есть в этом отношении. И я думаю, сегодняшнее правительство вернется к этому опыту. Когда субсидирование и финансирование многих вопросов, связанных с Победиловым, были завязаны на федеральный бюджет. А вот федералы-то как раз, по-моему, сказали, не можете содержать, продайте. Это было около года назад или несколько месяцев назад на каком-то крупном федеральном мероприятии экономическом. Время сказано и Белых, но при этом мы все же решили эту ситуацию. Поэтому здесь должно быть волевое решение, опять возвращаясь не только губернатора Васильева, но и Дум, законодательного собрания. Здесь должно быть волевое решение, где мы должны четко показать вот эти все вопросы, связанные с субсидированием и софинансированием с федерального бюджета. В конечном счете, мы внутренние рейсы субсидируем с помощью Приволжского федерального округа и продолжаем эту программу. Программа перелета. Конечно, конечно. А почему мы не должны считать, что Санкт-Петербург и Москва должны относиться к этой же программе? Потому что для нас это жизненно важно и необходимо. Ну, слушайте, это все регионы пойдут просить тогда. Правильно и нормально, ничего здесь страшного нет. Почему аэрофлот-система решает эти вопросы, а победа не может решать эти вопросы? Валерий Николаевич, слушайте, ну все деньги пойдут, получается, ну не все деньги, какая-то часть из федерального бюджета. В федеральном бюджете денег нет даже на поддержку пенсионеров. Аня, мы сейчас подойдем к пенсионерам, если у нас останется. Но я хотел одну реплику только сказать, которая, в общем-то, интересна. Когда мы говорим о развитии аэросети и системы, это уже вопрос, в общем-то, развития не только нашего региона, но развития всей страны. Это экономика, макроэкономика страны. И вот это недоучитывать нельзя. И когда президент в 204 указе своем ставит вопрос о развитии национальной экономики, то, извините, без решения этого вопроса мы не выстроим национальные экономики. Задача теперь второго плана, вторая задача, которая должна нами позиционироваться, это важность нашего субъекта в единой системе развития национальной экономики, народного хозяйства. Если мы это обеспечим, а я рассчитываю на то, что там Наталья Михайловна, сейчас новый министр, Кряжева, она, в общем-то, нацелена именно на это. Мы два года потеряли, по сути дела. Я думаю, что это уложится в единый контекст вот этого развития нашей экономики, интегрированной с экономикой страны. Вот это уже будет суперпобеда. Как мы сказали, победа – это победа, а вот как раз от победы может начаться вот этот процесс. То есть если мы, я вас правильно понимаю, давайте резюмируем. Если мы докажем федеральному центру, что Киров – это важный субъект Российской Федерации, от которого центр может получить какие-то плюсы, то мы можем рассчитывать на федеральное финансирование. До 1 октября мы должны представить на Госсовет и на Совет при Президенте свои предложения. Я думаю, сегодня очень удачный момент, когда мы это можем сделать и обосновать. До 1 октября. Валерий Турулов, в нашей студии мы продолжаем. Валерий Николаевич, в общем, 4 минуты остается у нас. Тем было много, но, как всегда, не успели. Пенсионная реформа, я бы сказала. Пенсионный дефолт, хотела сказать. Правильно вы хотели сказать. Давайте пока все-таки помягче сформулируем. Но вы, наверное, знаете, что мы пошли несколько другим путем протеста в этом отношении. Мы – это Кировское региональное отделение партии «Ротфронт». И пошли по пути не разрозненных каких-то мероприятий, а консолидации усилий и проведения митингов не в виде эмоциональных всплесков, а в виде собраний, которые должны принимать решения, народные решения, как альтернатива предложений тому, что сегодня предлагается. По нашим расчетам получилось, что вот на тех мероприятиях, которые мы сегодня провели, получилось, что существует возможность в контексте предыдущего вопроса развития национальной экономики, которая позволит увеличивать число рабочих мест, сокращать рабочий день в рабочее время, сокращать и уменьшать срок выхода на пенсии. Не увеличивать, а уменьшать, а свободное время, которое появляется, используется на повышение компетенции, квалификации и на социально полезное время. Стоп, стоп, стоп. Это целая проблема. Это какая-то утопия сейчас, что вы рассказываете. Поэтому консолидирует... Да, утопия. Простите, пожалуйста, я не обижаю. Дорогая моя Аня, а другого пути-то нету. Потому что то, что на сегодняшний день предлагают, это геноцид, это уничтожение нации. Хорошо. Мнение высказывалось, да, про геноцид уже неоднократно. Я не знаю, кто бы сказал, это я вам выскажу. Делать-то что будем? В сентябре Государственная Дума подойдет к этому законопроекту. Отменять президенту необходимо издавать указ о замораживании этой темы. Тем более он в Калининграде намекнул на то, что ему не нравится эта вся вещь. Нужны другие подходы. Валерий Николаевич, вот вы знаете, мне эта история с тем, что Путин сказал, что ему не нравится эта история, она мне кажется какой-то вот несколько надуманной. Он ведь там сказал очень аккуратно. Он сказал, мне не нравится ни один сценарий. Но что делать, он дальше говорит. Вот мы и предлагаем, что сегодня необходимо добиваться недопуска этого закона ко второму чтению, замораживать. Второе, создавать немедленно группы, которая, кстати, предлагается и профсоюзом. Сегодня профсоюзы именно Киевской области выступили под давлением нашим. Мы давим на этого Романа Александровича, как председателя Береснева. На него поддавливают отраслевые, потому что мы все заводы обрабатываем, все предприятия листочным материалом, где мы говорим, стоп, ребята, а давайте-ка вы разрабатывайте, как профсоюзы, некую систему. Мы готовы участвовать в этом процессе, подтаскивать любые интеллектуальные и организационные силы. То есть превратить вот этот протест во всероссийское движение за развитие национальной экономики. И вот этот вопрос, чтобы правительство занималось не тем, как бы обобрать, да, и как сэкономить бюджет, а как увеличить бюджет. Так, подождите, вот это перспектива отдаленного будущего. Почему? Мы на 25 число уже предлагаем проведение подобного мероприятия. 25 августа. Да, проведение этого мероприятия, консолидированного, где бы все участвовали, понимающие сущность происходящего события, в том числе и профсоюзные организации, ЛДПР, КПРФ. Ну, справедливо, Росса с нами подписали соглашение, протокол. Представители оппозиционных партий, вы, профсоюзы, 25 августа, что это будет и где? Митинг будет у Степана Халтурина, памятника, в 11 часов, да, где не требуется ни уведомления, ни разрешения, ничего. Мы будем проводить такой митинг-собрание, где будем советоваться с людьми и предлагать вот эти вот жесткие меры, которые, а, с одной стороны, должны обязать президента и правительства на какие-то ответственные шаги, и, б, ответственность возьмем и на себя коллективную, что мы можем проводить съезд, съезд вот этого общих сил, где обсуждать вот эту вот программу как альтернативу, о которой вы говорите. Потому что президент лукавит. Альтернативы есть. Просто они не говорят. Как вы вот перед началом сегодняшнего эфира, вы говорили, что, ну, установки даны. И мы не слышим всего, что есть. Есть установки. И, следовательно, в данном отношении мы должны разрушить эту установку. Мы должны народный глаз поднять, извините. Активные силы есть. Да, давайте посмотрим все-таки. Вот по итогам вашего митинга мы посмотрим, сколько будет участников. Я, честно говоря, несколько пессимистично смотрю, Валерий Николаевич. Аня, а зачем вы ожидаете 100 тысяч, там, миллион? Я, например, противник данной вещи, потому что, участвуя сам в пикетах на проходных у заводов, когда рабочие говорят, о, Валерий Николаевич, вы сами здесь? Я говорю, а почему нет? Я чувствую эту ситуацию, когда они не верят, сами не верят в то, что что-то можно сделать. Но когда раз пришел, два, три, они говорят, все, опять давайте мы поддержим. Но надо это все выходить организовывать. В общем, я поняла, важна активность, да, а не количество людей. Да, да, да. Валерий Турула, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, руководитель Кировского рекотделения партии Родфронт, депутат ЗАГС Собрания, 4-5-го созывов. И противника повышения пенсионного возраста. Противник пенсионного дефолта в нашей студии был. Мы прощаемся, программа «Особое мнение» на этом завершается. Гостю спасибо. И вам спасибо. До свидания. «Особое мнение» на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok